Всем щ-щ! Тинебанни, третий эпизод, блять, я делала все, чтобы не снимать эту игру, я даже пылесосила в квартире. Я настолько сильно с трудом подхожу к этой записи, но я уверена, что когда выйдет пятый эпизод, я как раз досниму вот эти два эпизода. Ну, по логике-то. Я уже не помню, что там, кто Антон, Лена, Дима, Катя, пиздец. Я думаю, что Антон уже вырос, торчался из-за того, что вы будете, блять, зайти с ней зайцы сняться. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. не я стримлю на ютубе на твиче там тоже все ссылочки есть обязательно приходите на стримы они бывают и на том хорошо третий эпизод ух ты ж блять я и проебала что было написано а в лицо мне это скажи блять за спиной у киса конечно каждая крыса шептаться может да да я вообще ёбнутый блять да меня мать таблетками пичкает а батя волк а у кошки дуалинга прилетает у кошки у сестры что какой кошки блять я судорожно потёр стекла очков ладно читать очки гриффиндору их сжимал в кулаки семён когда меня били а уже через несколько часов пропажа лежала на моем карнизе молодец бабулин даже блять на окно мне принес сложно представить что сема вдруг за с сложно сложно представить что сема вдруг засосался засовестил засовестивился засовестил я не только начала но не щас и вернул мне очки таким странным образом шокированно я шел по классу подгадки шепотки а перед глазами все стояла фотография сема пропал семена нет мы идем такие его толстые пальцы не дотянуться до моего горла его печатка не врежется мою скулу он больше не унизит меня и не оскорбит конечно мертвым это сделать сложно не этого ли я желал с другой стороны разве не и правда хотелось чтобы сема стал мутным пятном на доске объявлений да чей-то сын чей-то внук над которыми измывались также как надо мной хотел ли я чтобы незримость собрать не собрать хотел ли я чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестко я не знал ответа или боялся его ответ такой будет и все же школе было и хорошее полиночка моя одну здравствуй девочка несколько месяцев меня не было соскучилась ёпта счета меня отпиздили за тебя будешь зацеловывать ранки полина девочка со скрипкой она была похожа на горный ручей на колодезную воду которую пьешь перехватив губами цинковый ободок вверх твою ума и тоша попроще не всех айкью как у тебя я буквы только выучила воспоминания вчерашней прогулки слегка остудили мой пул полинина ненависть к собакам пускай в ее случае была и оправданной но все же настораживала меня этот еще псина разве может в сердце такой очаровательной девочки надеть место для столь отвратительной червоточины я тут же вспомнила неожиданно вскрывшимся темном прошлом отца человек который считал своим кумиром стал причиной нашего переезда в эту мрачную глухомань а чё эти блять стоят уши греют ну да мам если конечно можно верить маминым криком из-за стены да вот так сильнее сходя из их брака там уже этому надо отца дома нет и все же полина пыталась защитить меня от шайки хулиганов пускай и безуспешно она молила ромку оставить меня в покое собирал истинные слова мужика она молила оставить ромку в покое меня моя девочка собирала глотая слезы мои разбросанные полюса учебники и тетради а когда подонки пытались ее уволочь сопротивлялась чтобы лосил ее хрумко кроме хрумком теле конце концов именно она нашла мой потерянный в таежном лесу дом и сказала папе что меня избитого бросили одного в потемках возможно я сужу ее слишком строго что если нарисовать историю с ее участием будто герой спасает ее от ужасных чудовищ там определенно блять наоборот должно быть это вроде как она тебя спас ты чё ты блять тоже подписываешь ой здрасте это я помню вас это вы вот смотрите дружок то ваш пропал вы не думаете вы следующее зайдите пожалуйста завтра вот в этот подвал едва я подумал про монстров как парочка одноклассников съехала по перилам с халли словно инопланетяне из фильма чужие личинки боязни незамедлительно отложились внутри попадаться на глаза ромки и бяша после вчерашнего не было ни малейшего желания особенно из-за внезапного исчезновения семена полина хотела было сговорить со мной но заметив эту парочку вдруг помрачнела и прошагала мимо задержав на мне виноватый взгляд главное чтобы бяша на тебе взгляд не задержал если не игривое настроение войдя в класс я прошел к последней партии в тишине потому что одноклассника резко притихли правильно блять чтобы я заходил и шороху нахуй не было я знаю где вы живете не подпи а хули у него блять патроны на дробовик лежат на столе никого не смущает я извиняюсь спасибо кофе мне плюнуло в глаз есенин на меня смотрит кстати и взгляды буквально пихали меня трогали исследовали покажите где вас трогали но он не совсем трогал он больше смотрел но он смотрел вот так они смотрели на меня с убивающей смесью жалости насмешки и презрения так ученый смотрит на гадкого неизвестного науки червяка я стиснул кулаки и уставился на свою парту чуть ли не до потолка заваленную стопками библиотечных учебников словно это я пропал в том заснеженном лесу теперь мое место наконец годилась для чего-то действительно нужного но он домой приходит а там уже на его кровати эти же книги блять комната сдана впереди стоял пустой стул семена а чё где семён не придет сегодня где-то в другом классе пылился точно такой же стул покинутый вовый а есть варик типа нет money gone комбион и винину бендул такая вещь была у каждого моего знакомого мальчишки пороховые петарды которые глушительны да конечно рассказываю это тронула немного помешков я сел за парту бабурина куда изначально меня планировала посадить лилия павловна ну ты дебил мы такие ой как жаль что семён ушел god damn это что место освободилось ну не упускать же шанс не давать же месту пылиться одноклассники вдруг продолжили разговор будто бы кто-то снял фильм с паузы бабушка бабурина такой кипиш устроила когда он домой да еще бы обосралась сначала в школу прибежала потом ментов вызвала на бабурина что-то все-таки спиздил да она такая сука он пропал они такие о боже мы его найдем она такая да нет золотые часы вместе с ним да 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 сиди не умничаем катя с хитрым ебалом посмотрел мне кажется так должно было быть ебалом пострел на меня а потом склонилась к соседке зашептала переглянулись девочки со второй парты она и с шушукала быстро закивала я ловил на себе взгляд взгляд ее соседки взгляда других девочек и мальчиков голый пришел каждый из них считал нужно посмотреть на меня словно они искали следы крови на моих пальцах да ну у тохи реальники проблемы с психикой надо ну как-то это решать он у него паранойя у него желание раз к разговаривать и мыслить как будто он лев толстой блять так хотелось оправдаться закричать вы чего я не виновен адвокат хулиганы повернулись и молчу ставились на меня я вас не отпиздил только потому что отвернить чистая ненависть сочилась из их глаз но за что что я им сделал у них пропал друг они все никак не могут забыть обо мне вдруг бешен взгляд уперся мне в переносицу казалось он вот-вот кнет меня пальцами оглушительно закричит смотрите эти очки вчера стащил бабури они вернулись к антону убийца но он молчал словно не находил в моих очках ничего примечательного я мальчик мальчик который выжил возможно я схожу с ума или бяша что-то знает знает и не хочет об этом говорить затем рома тут же посмотрел на меня многозначительно будто напоминала своем обещании я помнил но еще висок не позволял забыть держись подальше от полины ну подальше это два сантиметра если мы сосёмся но без языка это считается подальше я ее при этом не касаюсь руками только губы словно в поисках защиты я до боли сжал линейку так и не будь отвернись нахуй к себе туда или я тебя поверну блядь другой вопрос кто бабурина имел явно маньяк бадум металлическая линейка выпала из миха ослабевших пальцев и ее звон заставил детей встрепенуться бля странно почему они на меня думают сижу такой стопором катя сиклась и как-то боязливо съежилась заскрипели стулья одноклассники отодвигались от меня ближе к выходу к учительскому месту и не я один уловил перемены ромка и бяша тоже заметили презрительно поморщились плохо что они не боялись меня как остальные а хотелось бы да прикуси ты да прикуси ты бобурин небось бабки пофрался не да факты конечно да да нет я хорошо спрятал он вряд ли оттуда вылезет найдется я тебе потом покажу где ты видела надо ее порешать я заглотнул вообразил сему на снежной подушке лицо белое как рыбье вот поэтому я говорю что то что надо лечить блять расколотая широкой трещиной рта а падающий хлопья оседают на стеклянные глаза и заполняют гордание ну абсолютно здравые мысли обычного ребенка видишь словно говорит он мне презрительно это все твоя вина разве только семён издевался надо мной получил сполна разве не все они должны исчезнуть ромка бяша катька и остальные зубоскалы конечно семена служил мне своим исчезновением благодаря ему взородноклассников были полны трепета но была и обратная сторона медали что если мне вскоре придется заплатить за услугу двери скрипнула в класс вошла полина она даже тут умеет на скрипке скрипит на двери скрипит музыкант он и в крови музыкант чисто дверью я весь подобрался чтобы не выглядеть чё я весь подобрался до этого ты лежал чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком полина нашла меня взглядом коротко кивнула села за парту катя вновь вернулась к соседкам как крыса к угощениям и зашушукала косясь топа на полину то на меня по классу запрыгали записки записки я могу по классу дать попробовать задребежала трезвонка извещающая ночи извещающая ночи так заканчиваем бардак дети встаньте петров тебя это тоже хорошо лилия павловна прошла к столу а за ней кабинет вошел милиционер при параде тот что приходил недавно наш дом высокий с пронизительным взглядом под которым ты гнешься как глаза это на полицейском это старший лейтенант константин владимирович тихонов николь он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию знаете кому и надо было проводить семёну одноклассники оживились а я готов был посидеть сто часов русской литературы лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта кори глаза нащупали меня среди учеников волосы на моем затылке зашевелились от ужаса ледяной кол впился в кишки а правда что бабурина маньяк убил эти на ушко потом катюшу шепну ответ екатерина ну-ка цыц вопросы здесь взрослые задают и она уютчилка такая правда что здесь я могу пересесть хитрый лисий взгляд обращался ко мне что-то мне палец пока вы видели она факт показывала технов шагнут проход между рядами и медленно и невыносим медленно пошел касать пальцами спинок стулья ученики едва шеи себе не сворачивали пристально за ним наблюдая так средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию а он шел неумолимо приближаясь я сжал зубы удерживая вскрик спокойно дыши то я не не напрягаюсь но немножко такие кардии от кофе но не сильно ты никого не убивал не похищал заранее зная ответ тихонов строго спросил петров антон так точно да стань петров мышцы окаменели я встал отклеиваясь от стула почти услышав треск суставах когда те 24 до хоть бы полина не оборачивалась не видела мой застывший в ужасе гримасу очутиться бы сейчас где-нибудь далеко в лесу да 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 в лесу в темном ночью с лесовой блять с баранами со всеми ну козлом зарыться в сугроб сжатся комочком как сема лейтенант глазел так словно уже застегивал наручники на мои запястья они наверняка холодные эти браслеты в голове носили смысле о тюрьме детской колонии десятки семенов не оставят на мне живого места я ничего не знаю я тут рассказывай с тобой вчера полтора землякопа блять а тебя никто и не обвиняет пока что только теперь заметил папку с надписью дело его руки а серу из шашавого картона она шлепнулся стол словно опустилась лезвие гильотина неторопливо продолжая меня изучать их на открыл пап краем глаза и увидел бумаги и фотографии на снимках были следы на снегу кажется звериные ты с семеном бабуриным общался нет мы только пиздились я знал его всего один день у тебя бровь куда-то полезла вторая мать я покраснел ах ты мерзкая сука напиши мне пожалуйста я очень люблю тебя захотелось цепиться зубами в кати на лицо и выгрызть и щеки не что-то кажется что катя всех убивает блять а потом такая да да это он говно но я сказал совладав с голосом мы повздорили вчера и я его убил но он первый начал я его убил фельдил да нет убил я неопределенно махнул рукой тихо на посмотрел на мой кулак будто удивляешься способен стукнуть громилу с фотографии или полна неожиданно пришла на помощь бобурин проблемный подросток шилом кое-где сам ко всем лес опа тетрадка наша была видели мы тетрадку в лесу оставили ёпта а домашка где нам 2 поставят старельных значительно кивнула вдруг вынудилась папке тетрадь то наши 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 на алгебру не сделал это я не могу сделать алгебру тетрадка была в лесу потому что я вчера в лесу выгуливал лесу ел я отвел взгляд это была подписана мной тетрадь по математике взгляды одноклассников жадно впились меня даже писатель на портретах будто бы подозрительно щурились я говорила есенин смотрит моё в лесу нашли там же тракторист что снег убирал в последний раз видел бабурина я растерянно заморгал рюкзак так мы уже сказали подрались рюкзак распотрошил ромка тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом лейтенант курсе насчет школьной потасовки но знает ли вам про драку на опушке у меня были свидетели которые могли подтвердить что мы с семеном разошлись по разные стороны баррикад надежды я посмотрел на ребят за спиной тихонова ромка прикоснулся пальцем губам и притворился что к варяется в носу когда лейтенант быстро обернулся дурочок я расшифровал сигнал из уст таких ребят как ромка и прозвучало бы как смотри не мусорнись я судорожно поправил очки но семён унес их вчера с собой сейчас они так что ты делал вчера в лесу антон можно под березой найти говно можно поебаться в брусничных кустах можно отсосать в тихих местах я в школу через лес хожу вообще я школу короче вот мой дом тут получается нет леса вот вот мой дом вот тут вокруг лес до всего села меня дом прямо напротив школы но я выхожу из дома иду вот так по всему лесу и могла выпасть легко легко именно так далась мне эта половинчатая правда будь осторожнее и прежде чем я понял угроза это или пожелание учительница сказала класс а сейчас лейтенант расскажет о правилах которые вам необходимо соблюдать а ты рада пока мы ничего вам сказать не можем но есть преступник или нет вы должны четко помнить о собственной безопасности до вас бережет милиция вас опекают родители и учителя но в первую очередь защищать себя должны мы хотели и так кто там что хотел узнать лес рук взбился над партами дети загалдели забраться на лиционеру вопросу старайся смириться хор и он двинулся доске серая папка осталась лежать передо мной я посмотрел на нее и дышал как человек пробежавший стиметровку под свитером стрылся под чё давай посмотрим я взял кабинет сидеть внимание только ромка что-то говорил беша о слышите что говорит алилия пауна сражалась зевоты комендантский час причин пока не слишком давай давай прям в окно или нахуй с классом отвернется типа мы все уверены что он найдется живым и здоровым опа никто не обращал на меня внимание открыл папку друг до пальцы за спешили перебирая бумаги ксения талалаева 6 лет ушла из дома в конце декабря острый острые приметы спасибо и тупые сердце подскочил в груди на фотографии улыбалась круглолицей девчонка не старше оли мне нравится что я выдумываю какие-то слова девочка девчонка первая жертва маньяка первый ребенок растворившийся без следа в ночном лесу странно у нее такие блять окуляры она вряд ли дну не видела куда идет я перелистнул документы а вован второй и варежка болталась на суку его имя выкрикили отчаяния эхо поняли или опала на кашляну призывать дисциплине расшумевшихся учеников я дернул руку папка закрылась как известно развернись без паники я вообще не паник у милиционер стал класс спиной за скреп мелом на доске противно за скреплен знакомцы надо сначала знакомиться я знаю подойдите и скажите антон теперь он не незнакомец лейтенант снова заскрипел мелом а я убедившись что никто не наблюдает открыл папку и минут фотографию прятавшуюся на дне они напоминали стоп-кадры из той странной передачи только вместо крестов на белом фоне корявые рябины артерии корневищ блять тоха еще пара таких слов на мне подрезанные молнии мясо не буду снег много снега и вдруг а черной постройки тянуло могильным холодом но это был не склеп гараж не знаю я пробовала мне с лимоном вообще не очень гараж мне не зашел типа не значит дети вот так любят железный и судя по деревьям вокруг уставлены прямо в чаще черные ворота словно засасывали меня внутрь пальцы дрогнули фотография спланировала назад в папку частью упала изданка вверх смотреть на остальную коробку был физически неприятно на дне папки лежал еще и целлофановый пакет какие хранят вещдоки я открыл его внутри блять почему бы нет почему бы нам не взять палец вообще знаете с кайфом если там была нога я бы ее в карман положила моргнула мираж тоже россии а понятно мы же наркоманы я забыла больше не было человеческого обрубка зато был перстень ошпаренные секунды галлюцинации точно принесся в лес услышал слова семена порожник я тебе этой печаткой так за можем ее забрать себе теперь он ей-то точно не зарядит перстень тускло блестел в ладонь и я судорожно сжал улику в кулаке словно еще подтверждение что она настоящее от неожиданности я коллась над зубами выдавился спинку стула заправлена за про затравлен короче моргал милиционер молча милиционер молча сгреб папку и нахмурился больно ты любопытный ну а хоть ты папку открыл меня прямо передо мной типа такой вот смотри вкусная и десерт не ешь а я такой а я сластена что есть сила я попытался выдавить слова извиниться вернуть перстень но получилось лишь протянуть сжатый кулак с кольцом и затрахтить как двигатель у папиной машины в мороз а чё все если заебись у нас перчатка у нас перстень не нравится что антон забирает себе вещдоки это вообще не мы меньше знаешь крепче спишь я вообще не сплю вот он подошел доски не оглядывайся я все сжимал украденную улику и думала семёне который теперь наверняка уже мертв супер какие еще вещдоки есть можешь хочешь мне пакетики и дать с порошками я заберу чё нет если вы заметите в поселке кого-то подозрительного неважно возле школы или на лесной тропинке сразу сообщайте милицию телефон-то знаете не сейчас наберу спасибо ребята спасибо лилия души гулять на виду у маньяков не подписали без паники общаться с незнакомцами 2 дикие звери наши друзья и это одноклассника вашу нет я хорошо спрятала ну да подумал я поройтесь хорошенько во врагах можете соберете как лего блин не олег интереснее чем собирать эту жердяя мысли были злыми и какими-то неуправляемыми я переключился на фразу лейтенанта подозрительных личностях вдруг я видел маньяка стоял с ним плечом к плечу например в зеркале подозрительные люди насколько подозрительным была девочка лиса разгуливайшая в темноте чудачка из ниоткуда что растворялась в воздухе со своими загадками и стишками но могла ли она причинить вред здоровенному семену сказать ли мне об этом лейтенанту дадны и так вот тоха давай помолчим чуть-чуть рот на замке вот так сделаем и вообще ни слова вот так и перстень в рот закинем вдруг от моих слов зависит жизнь детей милой девочки ксении и вова или меня поднимут на смех снова начнут шептаться за спиной может того ужаснее сочтут сумасшедшим ромка грозно поглядел на меня через плечо вряд ли такой как он одобрит сотрудничество с милицией за сидящих впереди хулигана беспокойно сновала коса катя рука словно прилипла к партии до свидания литином тифана тифане спасибо в руке вода семья семена кольцо тихнов уже попрощался с лилии павловной уйдет опоздаю конечно промолчать ну уж нет мы как пацаны ровные с перстнем и так насобрали блять вещдоков это вообще я не знаю мы на стороне пацанов потому что они нам уже отпиздили нас и мы все поняли ну уж нет хватит меня позора тише воды ниже травы как зайчик без паники незнакомцы незнакомцы не паникуйте я сцепил замком пальцы прикусил язык зазвенел звонок лилия павловна прошагала не посмотрев мою сторону за ней вышла полина ученики притихли разом словно на пульте убавили звук они следили как я иду по проходу прокурорские взгляды прицелы снайперских винтовок я обратился сквозь баррикады парт ища полину а наткнулся на своих новых товарищей ромка приблизился в развалку ром либо сосёмся либо расходимся решил сдать надо я промолчал но я ничего не сказал а ты чё думал бывало хоть раз пробовал вы чё забыли как я извинялся вчера я повторить могу рома навис надо мной дыша сигаретным душком ты сильно ошибаешься думаю что без семы у тебя настанут веселые деньки ты тоже мы тебя сосвет уже за шоу не до скорого очка не попадайся мне больше adidas от подзатыльника моя глава резко качнулась вперед не меня я я не удивился обнаружив записку на моей спине не меня странные у тохи конечно вкусно кошмар завелся по новой короче семь дней прошло как лейтенант навестил класс на первый взгляд все осталось так же лес по-прежнему протягивал поселку свои крючковатые лапы а ветер ночами взметал белые флаги поруши родители приглушен и спорили в спальне а я включал мультики погромче подсаживался коли он включал мультики подсаживался коли такой-то мать отцом ругаются мать не найдет отца они говорят что это все из-за тебя ты ошибка фотографии вова и семена чернили на доске да и круглолицая сенечка не вернулась домой но что-то все же поменялось на лицах одноклассников читались перемены они встретили меня новыми порциями тычков и оскорблений презрение издевки одиночества стали моими постоянными спутниками но это нормальная жизнь взрослого человека главное чья-то тень проскользнула по столу оставив таинственную записку я бросил взгляд праве между партами но посыльного и след простой пусть поправляется от кого эта записка что мог скрывать себе аккуратно вырванный и сложенный листок очередные угрозы унижение все-таки я взял листочек осторожно вдохнул льющийся аромат ежевика сду тебя в тупичке раздевалки приходи один на мысль что это была очередная ловушка подстроена ромкой бяшей хоть и зудила в моем возбужденном сознании все же быстро оставила покоя и мне хватало смекалки так мастерски поделать записку полины задумавшись я не заметил что уже бегу заскакивая за поворот и тут же наткнулся на кого-то в темном заходке как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка полина чё вот что это за сравнение как невероятный палтус который плыл по океану попал ко мне в руки была это тетрадь что полина преувеличенно возмутилась петров да ты совсем зрение потерял да я ослеп от твоей красоты я поправил очки собственная близорукость словно бы перестала смущать наклонился подобрал тетрадку прости я так торопился ты меня ждала что случилось полина сменила наигранный гнев на милость засмеялась явно подбирая правильные слова при этом смотрела на меня так заволнована и грустно словно дело что я продолжу разговор не дав нам окончательно у я увязнуть в неловкой тишине но я хранил молчание всматривая дрожащие губы на колец полина глубоко вздохнула и несколько рабе заговорила антон скажи ярости я ослеп от злости я она не дала мне ответить ну конечно сильно что за дурацкий вопрос такой прости пожалуйста я не хотела чтобы так вышло честно когда пяти фонов этот изверг нул ту собачку это словно не я была понимаешь она тихонько шмыгнула носом и даже полумбраке заметил как заблестели ее глаза цвета океан да они же черно-белые что ты тут видишь блять да так нельзя нельзя смеяться над тем как издеваются над животными да я не сильно их избил не парься не знаю даже что ты обо мне подумал это живодерка но я ничего не могу с собой поделать антон не подумать о дедушке что он пережил в тот день когда на него напала это стая бродячих так хочу может ты начнешь всех собак в ответ кусать чтобы блять ну а чё ну а чё по линии на тетрадке моей руке все еще ждала чтобы вернуться к хозяйке но никак не могла найти подходящего момента ты наверное считаешь что я чем-то да она смотрела на меня с надеждой пока я в смятении прибирал голове все те безумства что выкидывали что выкидывала мое подсознание в последнее время раз за разом я вообще чё сам-то ёбнутый так что все нормально я был точно не тем человеком кто мог судить инормальности мне не всегда удается себя контролировать но я точно не причинила бы кому-то вреда слышишь я тебе не верю ты сам вчерашний который мне не то что этот садик тронка иди гуляй полиночка полина алиночка очка иди сюда антон прошу держите от него подальше в голове будто щелкнула я недоверчиво покосился на полину неделю назад во время драки ты называла его подруг ромочкой ромочкой скажи вы что встречи да 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 у тебя чё там с ним какие взаимоотношения relationship he is your boyfriend or вы только проверяете липс друг друга полина словно током ударила еще чего этот урод ко мне приклеился как банный лист на какое место этот банный лист конкретно приклеился такие как он не то что намеков грубых слов не понимают она несколько смягчилась разглядывая садины на моем лице прости еще раз что так вышло я но я правда надеялась что смогу помочь тебе зря я поверила что у таких подонков может быть какой-то там кодекс чести просто перцовку совы следующий раз носи меня залить чтобы помочь ему то что они бедные так страдают водила чувствует мой вайп он начинает что я играть вот у меня есть для тебя подарок неожиданно она расстегнула верхнюю пуговицу жилетки тут же засмещалась заметив мой ошеломленный взгляд да они это хотела затем сняла шея амулет на прочном кожаном шнурке с примотанным к нему крупным звериным когтем и протянула мне нет нет это таберег подарил мне дедушка говорит он помогает от всяких бесноватых я держу против меня он ему от одного шамана достался можешь не верить но когда дедушка забыл его надеть не мыслучно а зачем ты сейчас его с деда сняла можно узнать дед вообще жив теперь я вновь покатился на из испещренное царапинами как когтища невиданного зверя а чей он ну в смысле деда даже не знаю может быть медведя может и тигра динозавра кого только не встретить да 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 и мы уже видели в любом случае пожалуйста прими вместе с чё с дедом поля вопрос-то актуальный вот там жив вообще без его лет это своего ты берем если для тебя это так важно хорошо давай попробуем начать все с чистого листа я осторожно взял ему лет свободной рукой тот истощал тепло деда и пленяющий аромат изживики затем украд на повесил его на шее спрятал под воротник рубашки вместе с подарком пришла какая-то странная уверенность этот бирекс может изменить мою жизнь датей рупали на нет деда мы с полиной с полиной синхронно улыбнулись чувствуя как между нами тает лед 1 никто не найдет мы промокнем под дождем сегодня мы только вдвоем тает ледяная стена спасибо антон да не за что когда на похороны где-то приходить для меня это действительно много я понимаю единственный родственник все-таки полина внимательно посмотрит полить поле полиция полина внимательно меня смотрела и пощелкала языком а знаешь на что ты похож на лоха на блюзовую импровизацию я заморгала задачи на это хорош вопрос для меня все люди с чем-то ассоциируется вот например рома это шарик я как и ты был на цепи и для меня но не с музыкой же вот как раз с музыкой бывают люди гитарные соло или барабанный бой а ты такой задумчивый таинственный иногда немного печально это я точно так точно bluetooth ваш почему и управизация а это когда слушатели не догадывается куда свернет мелодия какой да 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 не дай ему гадать твой следующий шаг конечно они все сказанные полиной дошло до меня но я не мог оторваться от ее улыбки легкой как мгновение майского ветерка это глаз голубых глубоких чтобы распознать в тебе музыку нужен опыт и вкус это не какая-то там ну да 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 я наверное вообще не знаю что такое чёт плюс ты жачки ночь тоже умный полина охнула нахмурилась а чего-то стало еще красивее не произноси при мне такие слова я тебе обязательно да можно вообще не буду больше с тобой разговаривать раньше мне дедушка из города столько музыки привозил и джаз чё предлагаешь ты меняться будем парами это он подметил что у меня склад ума как у музыкан а у меня как у долбою еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы и не дождя я заметил что мне такие нравятся мне бы твои уши отдай мне бы твои глаза я напрягся тревожить что она подтрунивает но полина качнула головой да да я серьезно у тебя глаза художника я ожидал услышать более плохое смотришь на вещи и фиксируешь их я так не умею нет полина я смотрю на вещи и не вижу их нихуя у меня зрение минус 100 мимо прошагала катя со своим первеным морозным взглядом мы нырнули в тень стараясь его избежать теперь понимаешь почему мы тут прячемся вот из-за таких как она а катька какая мрази полина хитро улыбнулась скрип не смазанных дверей в битве хороша знаешь такой мерзкий диска я захихал прикрыв рот катя конечно не слышала наше перешептывание но вдруг неодобрительно покосилась через плечо а потом лишь шмыкнула и ушла во своясь я же вспомнила про тетрадь который так и сжимал руки повертела ее мест название предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова только для друзей любопытный варваре кое-что оторвало анкета заполнил когда-нибудь только в полиции одну я соврал что да на деле же одноклассницы из моей школы никогда не просили меня заполнить анкету это было довольно обидно развлечение конечно девчачья просто список стандартных вопросов про любимых актеров любимые цвета но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы такие тетрадки были созданы только для одного человека в классе иногда чего-то большего чем я раньше имел смутные представления а сейчас чё мы только знаем полина пахнет хочешь заполни мою сама за себя заполней сердце участила свой бег ну второй кофе все-таки хочу спасибо полина хитро хихикнула хули ржешь а хотя я все прочитаю наверное лучше тебе не знать о чем мы девочки думаем иногда парни лучше не знать нас бы посадили на она потянулась к тетрадке играя со мной я перебросил на ходку в другую руку полина попыталась пересечь мой маневр ее волосы на миг коснулась моего лица шелковистая прядь защекотала нос я щучил запах и весь мир стал этим ароматом душистым манящим живым голова пошла кругом но я собрался и сказал подражая интонации лейтенанта тихонова ваша анкета является важнейшей уликой и я вынужден временно изъятию для глируем значит полина приоткрыл округлившийся притворно мужа сирот и что мне грозит за сокрытие улик жесткое наказание будешь месяц за меня делать уроки следствие покажет сдаюсь товарищ милиционер зайдите ко мне участок вечером только обещайте ничего не читать обещаю здесь содержатся секретные сведения боюсь что мне все-таки придется выяснить не влюблен ли кто в гражданина петра не переживай никто полина засмеялась неожиданно притиснулась к моей груди внуфе обдак аромата волос и кожи такой сливочный почти прозрачный с тоненькими ниточками и шепот что тоненькими ниточками вот вы смотрите на девушку которого нравится вы таки боже она словно сливочный пирожок у которого вены под кожей на словно кусок мяса покрытой кожей и шепот был горячим как расплавленные на сковородке масло вот что за сравнение я тогда поклянитесь что не станете разглашать информацию конечно честно я не милиционер время поторопиться я не милиционер так что можно врать на уроке достал тетрадь с величайшей осторожностью будто она была хрупким сокровищем полистал вчитывая чужие предпочтения изрядно удивился обнаружив кривоватый почерк ромки зачеркни все чё у нас рома пятифан ага 6 в шефутинский я чё я чё 23 февраля гулять купить бумер шфаре не негер чё кто осуждаю не вей не вей что не не вея спасибо мойся не верь не бойся не проси 3 1587 утины истории бяша да ну я понимаю последний вопрос это кого ты любишь буквы вылезли за рамки клеточек словно стеснялись своей бесформенности до буквы такие не смотри грозный ромка нашел время заниматься такой ерундой я улыбнулся в кулак узнав что любимый мультфильм рома даже не черный плащ а утины истории где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа андреева кусака мне было не до него страницу ответом полина украшали цветы и вырезки журнала cool girl полина морозова что и в один рождение слушать увидеть мир до потерять всех кого люблю а страх чё там у ромки было кого любит дедушка я чё угадала кого любит последнее где фанфики любимая музыка шуберт лучший друг а но мой вариант все равно лучше сделала вид что там был мой вариант хобби не скрипка как я предполагала куда более загадочная слушать аудиалы неужели такой банальный процесс может быть увлечением но на уроке нет я посмотрел через голову одноклассников наполина нас средоточенно записывала за учителем я пролистал тетрадь до чистой страницы вооружился о боже он вооружён троп антон шестой в долго вспоминал любимого музыкант на у на 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 пока на ум не пришла модная группа кармен с крутыми танцорами в клипах это сан-франциско город силен диска любимый праздник это просто новый год естественно хобби рисование у меня хобби это отлынивать от съемки видео чтобы аудитория каждый раз такая ты чё охуела мечта пускай будет посетить диснейленд мой герой я не раздумывая начал по остановился на первом слоге из двух вдруг тем кто будет читать анкеты мой выбор кажется смешным и глупым обмозговав я решил что далеко не все стоит доверять бумаге паук и сверху присобачил человек человек паук вы боишься больше всего я написала незамедлительно потерять дорогого мне человек твой номер телефона никакого секрета но хоть чуть-чуть загадки последнюю цифру кто мог не писать любимый фильм трансформеры лучший друг я замешкался перекусив колпачок ручки лучший друг перечитал я анкетированный вопрос такой легкий такой важный ответом были две буквы и я аккуратно написал их клеточку ты рома который перечитывает анкету такой я правда ты повторил я вныривая школы морозный бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем солнце похоже на целый яичный желток ярко светило и следующий раз надо поставить себе пиво и пить каждый раз когда антон приводит тупое сравнение я напьюсь в первые пять минут дорогу словно отлили серебром снег скрылся преломляя солнечные лучи я зажмурившись улыбался ослепительной белизне и чего-то волшебного зовущего в груди потому что в дружбе может таиться нечто большее да я не тебе улыбка скукожилась на задеревневших губах бяши топтался в центре двора ботинки нетерпеливые лозили по льду я не тяну попробовал обойти его как же фортуна помахала рукой сгинув ранних сумерках на на твоем языке пообщаемся на и она туда иду на если еще раз на станешь у меня на пути на я тебе на засуну в нахуй ты чё зубов больше чем нужно смотри у меня второй раз напросишься немного меня папа ждет но почему глаз непроизвольно дернулся взмокла кожа я не дрогал никого я почувствовал холодок за пазухой больно не понравилось слово дельце за этим словом произнесенным вот так через плевок обычно скрывали разные темные штуки так говорили знакомцы звоня нам старую квартиру по телефону батю зови дельце есть бате так звонили беша обернулся в облегающем капюшоне он был похож на космонавта ну вот и пусть летит бред плак ему в сраку если бы он был звуком то скорее всего пронзительным свистом сигналом того кто сторожит на шухере на заднем дворе как назло никого не было на как никого вот рома хотя ну никто страху побег правда здесь был беш так он здесь и сейчас есть никого кроме мрачного ромки он стоял широко раздвинув но ждал правая рука была спрятана за спину сухие губы плотно сжаты глаза стреляют в меня то по сторонам у него у него даже в глазах оружие я всей душой надеялся что ромка не видел нас с полиной вместе я спали не было вижу на здорово здравствуй рома что тебе нужно да ты чё он медленно излёг из-за спины узкая хищная блестящая лезвие нож стальная бабочка смерти лежащая есть активно отпрянул и врезался в бяшу ромкина шестерка подтолкнула меня обратно да вы чё я что похож на суше хочу блять держу сразу говорю я у меня аллергия на ножи особенно в моем теле а мы с бешей хотели узнать я же говорю да да баба ну как бы я болею мне врач запретил нож в теле ты не держишь на знаешь когда ты так спрашиваешь ни разу рома принялся ковырять желтый ноготь сковарную смешку ставившись на меня ну там в лесу мы были не очень бежливо мне все объяснил ром ром роман роман дильо спасибо тебе что пояснил я как будто заново родился я осознал я все понял вот сейчас ты нож достал я особенно внимательно начал понимать понимаешь да дальше я вас не осуждаю да да вас городских не там 10 километров на машине нормально я кинул гляди на нож скажи антоша я тебя в последний раз не сильно у меня всего лишь был звон в ушах сотрясение черепно-мозговая а так ну нет нет ну и славно затревожился что память тебе отбил и ты запамятовал о чем мы втолковывали фо да я немножко забыл свое имя где живу свою семью сестру а так вот это я помню лезвие переливала закатом свете и также зло переливали злые зрачки за это точки ромки переливали за точки очень я не готовлю сейчас я не могу приготовить я не дома но шагнул ко мне проводил ножом в сантиметре от куртки одно движение и стали спорить ткани если надавить глубже нам одна птичка напела ты опять возле полина отирался и я спрашивал дорогу страшно было так что я не сразу понял то такая полина то это мозг сбоил колени тряслись вдруг позади ромки неспешной походка пришла наши старостах ты ссылка как ты сука я тебя на шампур следующий раз насажу нечего ты с маньяком вы скоро найдешь за мной должок да да вот верни ей должок ножом а тебе чё больше нравится вилкой в глаз или в жопу вилкой клянусь я убью тебя так я не слышал ты к полине подходил или нет прости я из-за ножа не расслышал мы так болтали полину я твою жахал болтать будешь кишками когда я тебе брюхо все пиздец а что вот какой ну момент мои выборы довели до этого хотя знаете ну в она и сейчас недалеко ушло как бы все всегда так и было лезвие плашмя пришлось по моему рукаву вверх и достала до воротника ветер остужал лицо но струйка пота стекла по виску наверное мне надо объяснить так чтоб ты понял ну все пиздец рукой эти клинок завертели в опасной пляске как лопасти вертолета сметавший все на своем пути я попытался вернуться но сделал шаг назад подсказался и грохнулся на пятую точку амулет полины будто того и ждал бросился с подворотника навстречу острию ножа подвеска не дала когти впиться в шею обидчика казалось что там написано объясните мне в коментах казалось казалось колотые раны вот-вот посыпятся на меня в таком количестве что я захлебну собственной кровью но почему-то ромка застыл словно завороженный он стоял занесенный для удара рукой и вытаращившись на прикушку рычал что-то злобные ничего не раздельные членами полине подарок одним своим видом бесил ромку но одновременно связывал его руки это длилось неестественно долгое время так что беж с непониманием нахмурился где-то наверху скрип куда бежим любишь где-то наверху скрипнул открывающееся окно помогите нож адреналина уже был достаточный почти взлетев с места я бросился прочь ромка жил когда я был уже далеко бросил мне в свет пугающее заклинание ученка вот той же попробуй еще раз позабудь о чем кто это во рту стоял привкус гадкой воды которой я запил лекарства все мысли занимала только полина я бродил по дому будто пьяный поддакивал сестре толком не разбираю чем она говорит оль ни слов не понял потому что похуй он лежит алдычила без перебоя то и дело скидывая руки смеясь как друг также резко смолкла и уставилась на меня до боли знакомы колючим мамины взглядом меня буквально выдернула из темницы разума где клокочущие мысли подобный гарпием обрушивались на мой искусственный мозг не давай вернуться в реальность я уставился на сестру сейчас она была миниатюрной копии мама точнее тем в кого она превратилась с момента переезда сюда с грозной позой в виде заглавной буквы f и вздернутыми к потолку бровями ты меня не слушал а у тебя нож есть покажи руки а я отвечу потом на образовала ядом в мою сторону копируя мимику и интонацию чуть ли не единственная человека с кем проводила все свое свободное время на мгновение мне показалось что свет излучаемой оли все эти годы стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен еще немного моя прекрасная принцесса станет драконом который сторожил ее в своей башне ну давайте во первых так это нереалистичный брат и сестра они не дерутся и любят друг друга так что они просто превращаются в нормального брата и сестру а это пугало сильнее подкрадывающихся камни ужасов из будущего оля прости ты же не сердишься правда я просто задумался взгляд заметался по комнате как загнанный в ловушку зверь перескакивая с одного предмета на другой силе с найти хоть что-нибудь что могло отвлечь олю а давай в приставку поиграем алина нахлоклилась какие-то слова оля нахлоклась однако искрик интереса вспыхнула в ее из зумрудных глазах и ледяной осколок занесенный снежной королевой начал потихоньку оттаивать а как же второй джойстик не работает я буду делать вид что работает а папе починить некогда значит придется тебе играть одной можем из пистолета пострелить из настоящего ковбоев или русскую рулет чеш но один раз бабку выиграл в русской рулетки не да ладно тебе поди целый день тренировалась пока меня дома не было она оплеснулась по смеху лизное сердце окончательно растаяло быстрее закрыть дверь я спрятал печатку семена в ящик перчатка печатка как этот стих был вот она дамы сдавала в багаж диван чемодан саквояж картину корзину картонку и маленькую с вами это вот это вот 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 это перчатку печатку хотя сам до конца так и не понял поступила ли я правильно украв у милиционера важную улику конечно мама придет такая она всего лишь улики детектора умерли наконец-то я перебрался в комнату сестры малютка подскочила к телевизору щелкнула питанием начала вслепую шарить по задней стенке фото на явно пытаясь воткнуть кабель приставки в гнездо антенны отрывки телепередач маячили на ламповом экране пока ли листала до канала где ловила заветные дэнди что дома интересного происходило мама батя убила вопрос был обывательским я даже не задумался над его значением однако оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость оль что-то случилось сестренка вставила кабель на место и вытащила испачканную ручонку стал неуклюже отряхивать пыль она явно искала в себе силы чтобы начать разговор она замолчала на секунду показал что его за выступили слезы он взглянул на меня мокрыми глазами блюдцами блять еще не не ложками такое случалось раньше довольно редко когда мы перебрались в этот богом забытый край мамины приступу пугающие участились рыба реально стремная я чё угадала оля поежилась опаской выглянув в окно ну чё то тут все с ножами давайте вообще запретим ножи я замер представляю как сестренка такая маленькая незаметная стояла посреди кухонного проема она даже не пыталась спрятаться родители попросту ее не замечали она едва дернула кулач сверху вниз имитирую удар ну промазала по бате маме не было больно не было легко представить что было дальше извивающаяся рыба конечно тебе было легко представить то что ты же ёбнутый вот такое тебе представить легко извивающаяся рыба сфоткнутым жаброй клинком брызнула зловонной слизью на мамину лицо если смерть приближалась так близко к маме как в тот день когда нас когда при нас сбила автобусом человека и кровь размазалась по лобовому стеку или когда бабушка отрубила голову цыпленка мама всегда впадала странный пугающий до дружи приступ ее глаза закатывались она падала что та самая бишься в огонь и рыба мать ты чё мать что это поля сдрогнула как будто и воспоминания ранили чё всю семью не хотят проверить но я не осуждаю тошу а татинки не родятся апельсинки безумие источаемые лесом окончательно завладевшие мамой перебросилась на нашего сильного и храброго отца я быстро шагнул навстречу воли заключив их крепкие объятия она уткнулась мордашкой мне в грудь и я почувствовал как рубашка сделалась мокрой это мазохизм это садизм это стандартная семья нет мы все ебнуты мы мы все тут уже не находя как продать родительское поведение я запнулся слова иссякли все что могу оль ну а ты просто еще не сошла с ума окончательно сейчас постарше станешь я уже например описываю любую вещь очень странно и забираю улики слова иссякли все что я мог это покрепче обнять олю совсем блять скрикнул да я сама реально в ужасе блять психнула оля в ужасе скрикнулась спряталась за меня господи все боятся это лицо да сколько бы раз она не видела эту заставку все время реагировала да я сама всегда так на нее реагировала я ненавижу эту заставку искренне я няню из смешариков железную боюсь до усрачки до сих пор если была игра где я должна от нее убегать нет лучше бабка грэнни у него снова выступали мурашки при появлении этого призрачного лица поэтому я моментально исполнил желание сестры играть погнали чуть-чуть надо расслабиться наконец на экране появился список много и комплекте да да короче в да я подобрал серый прямоугольный джойстик под моя музыка подействовала на олю умиротворяющая нас спокойно поинтересовалась я перстень забрал печатку девочкой подружился а сегодня почти вообще обосраться я смутился я не знаю очень красивая рома зовут перестань оля блин сейчас не буду с тобой игрой злимся ты как но не знаю рома стеснительно может быть рома полина а нет бля я думала мы а ты не пизди тебя выгоним в твоей комнате будем играть или нет я вставил световой пистолет гнездо второго джойстика под смешок сестры и руки рука большая стала соли на ход не ходим олю не бесим поняли чё блядь выкол я сейчас этого ребенка умотаю вот сосать-послежать поля знаю с кем играешь я лучше в своем деле да выделала ребенка и рада вот иди поплачь мамочки иди мамочки давай давай все покажу тебе блять раз-два сюда еще блять где-то птицы такие дерганы летают объясните мне они на чем на каких витаминах для никакие кофе по утрам херачат зови своих друзей я и делаю да 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 иди маме поплачь так это начинается какая-то вакханалия полная ёп блять где вы таких птиц видели чем качают этих чаек не играй иди научить блять это я с тобой не играю с тем как ты играешь научилась потом играем а я думаю это меня зовут жесть мама докричалась для меня только с третьего раза ромочка побежал я схотел трубку прижал груди многозначительно глядя на маму она лишь пожала плечами удалилась комнату на ходу собирая разбросанные оле игрушка алло не так не алло привет вы позвонили в дом секс-машины чем могу помочь ну да она сама молодая я уделывал одну малолетку нет что ты знала бы она как дорого мне может обойтись этот разговор чем рискую просто отвечая на звонок на тумбочке лежал карандаш и потрепанный блокнот я взял принялся водить ой сердечки водите грифелем по бумаге рисую хаотичные завитки так и норовящие соединиться дурацкие сердечки ай номер мой нашла то есть то есть вот так мы чужие секретики не читаем мне если по правде русский рок больше нравится но я почему-то постеснялся это написать вообще там вся анкета ложь нет конечно брать рандаш вывел женский профиль глаз длинные ресницы полина сказала пол шепотом наверное чтобы дедушка не слушал дома не происходит тут подростки только так мрут он сколько веселья ты если домой ты вернешься это уже у тебя же кассеты именно какая музыка еще нужно попробуй не общаться с местами надо чаще ну ничего у деда амулет забрали скоро квартира вся твоя будет грифель набросал дом окружены высокими деревьями от тебя понимаю моя сестренка говорит что чувствует себя заточенный в темницу но она-то никуда не выходит маленькая ну ты далеко не убежишь в лес подумал я отчужденно молю и хвойные лапы убежать в лес чтобы снежинки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз на какую шерсть убежать лишь в снежинке падали на шерсть извините переходный возраст я когда рисую будто путешествую они часы у тебя путешествия по тюрьме я осознал что рисую нож бабочку зачеркнул воспоминания ромки испортили настроение не давай ответить оле спустилась по ступенькам и в ее руке была зажата книжка с розовой обложкой энциклопедия маленьких принцесс а что за энциклопедия маленьких принцесс чтобы быть принцессой вам нужен нужно отсутствие родителей и принц скорее всего возможно даже не человек либо абьюзер я прикрыл ладони разговариваю что случилось почитай мне пожалуйста сама научись за душе и и подушку иди к себе я сейчас дэйна погоди у меня тут по телефону блин такое происходит почти развел последнее слово прозвучало излишне раздраженной я вздохнула наблюдая как сестра семей по лестнице прости надо бежать гудки гудки завибрировали в ухо я опустил трубку на рычаг размышляя девочки за которым не грозит смерть от ножа я поплелся на второй этаж рассказать бы отцу попросить его мужского совета но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома родителям не до меня если не сказать грубее ну где твоя книжка я осёкся детская была пуста наконец-то две комнаты мои наверное пробралась ко мне я зашагал по коридору пошли те не населяли комнату занавеска колыхалась будто кто-то хоронился за ней я улыбнулся тихо прокрался к окну и распахнул штору попалась за тканью никого не было ёп твою мать оль ты уже все окно как экран телевизора показала зимний пейзаж фонарь поле и самом центре бредущие фигурки я воля ты куда дом в другой стране я охнул прижав кулак к рту впился зубами в кожу алиса уводила в чащу мою сестру понадобилось меньше минута чтобы я в тропях оделся и вылетел из дома сердце стучало пулеметом пулеметной очередью от леса тянуло холодным смолистым запахом хвои а где-то в поле трещал мороз это меня надо было забрать а не оль у меня впереди у калитки маячили две тени лишь рост позволял распознать них мою сестру и девочку лисицу я помчался к забору слышав о ветра в ушах ритмичный скрип под подошвами фигура повыше шевельнулась и устремилась к чащобе плавно будто конькобежец по льду оля мусор выкини я замедлил чак и коснулся очков тщетно стараясь вычленить из мраков какие-то детали тревога опустилась на плечи как невесомая снежинка в животе закопошилась проснувшаяся змея стало тошно я подумал о доме крепости позади наконец настиг сестренку одетую воду олечку не то куда без меня до воли зачем ты выросли и мужик переодетый если мама узнает до нее было рукой подать и я зачем-то положила зябшую кисть ей на плечо наверное убедиться что это не съем то это чё оля дурчик что ли я не буду учить английский вместе с дуалинга мою сторону торчал острый клюв со всех сторон усеянный мохнатым перьями из которых складывалась морда совы нечто птички маски таращилась на меня оля еще раз следующий раз с кулакадом голос был точно щелин но за перьями картоном таился некто иной так оля сейчас ты либо снимаешь маску я тебе иду читать либо ты берешь перья в руки и давай это сколько мне жить осталось кукушка кукушка я рванул прочь словно меня стягнула на гайкой существовав маска лишь притворялась олей чтобы выманить меня я обижался всех ног утопая в снегу дом впереди стремительно увеличился желтки свету отнах дарил надежды там там мама сестра спасение за спиной было тихо как будто никто не гнался за мной может потому что совы умеют летать я уже карабкался по крыльцу как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру взъерошенный волчок выпался с треугольной тени дома я знаю как бороться с волками преградив путь я знаю как бороться с волками должно сработать он двигался дерган а хаотично словно приплясывал какой-то жуки танец я же гонок или корчился в припадке и пускай я отчетливо видел что волчья морда обыкновенная маска что-то в судорогах оборотни заставила меня окоченеть ряженый потерся боком на стол крыльца и припал на четвереньки выгнулся так что позвоночник должен был хрустать а я и думаю куда вы делись я вас не видела я уже соскучилась глаза абразивно засверкали но зверь не нападал он ползал вокруг по пластунски то трусил на 4 чё пусть не трусит я один на конечности с отвисшей челюсть я перебирал ногами пытаясь удержать его поле зрения из-под прорезки маски сочилась жидкость сигучие капли падали на доске слюна догадался я какая-то сила толкнула спину шипнула спасайся штакетин забора за мельте шили я снова бежал в обратную сторону зубчатой пахнущей хоей кромкой леса удары сердца отмеряли время толчок позади будто забыв человеческую речь рычал у меня такой знаете волк мексиканец правая нога застряла в лунке я выдерла на ее 4 хайс ну блять вот так и тут же рухнул на землю подо мной застроились забучие снега мешая подняться упереться во что-нибудь но дикая жажда жизни буквально вырывал меня из ловушки тьма подкрадывалась все ближе напоминая едкий дым погребальных костров я снова побежал подыхая колючий воздух волосы развивались на ветру давай тоже уже падая я бронил шапку и уши запекло от лютого мороза пока сам я весь взмок от пота после наконец закончилось понимая что было не лучшим решением мчаться в лес я и рухнул за деревья а куда бежать от маньяка конечно в лес какого вероятность что будет второй маньяк не останавливаясь бежал прикрывая ладонью лицо чтобы случайный стук не лишил глаз ветки были по одежде кололи кожу как мясник гонявший скотину прямиком мясорубку узел выбившихся из почвы корней прихватил за стопу я врезался в шершавый ствол сполз к самому его основании в панике оглянулся да и он все равно догнала первым желание было кинуться к ней обнять ее но я поборол себя и плотнее притиснулся к сне что ты здесь делаешь гналась за тобой ешь маньяк она протянула мне потерянную шапку да что ты что ты ищешь детей которых можно убить главное чтоб жопа не отвалилась я подозрительно смотрел то на нее ту на шапку будто боясь что в руки алисы окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее но тебе может показаться на шапка была просто шапкой а какие у меня других вариантов нет я забрал и натянул по самые брови вообще песня и они ответили были какие-то дети и что я обосрался я обосрался ты был очевиден но покатав мысленные языки лишь про был чем пробурчал а я ничего не обещал дура она подошла вплотную взяла под локоть я почувствовала запах мяты апельсинов и сгоревших бенгальских огней захотелось наклониться к лисе чтобы распробовать все тонкость и арома нормально лисы вообще ни разу нет нет антон нет я быстро отвернулся туда куда показывала лисичка на краю опушки появились дети в масках по крайней мере все они были небольшого роста погодите когда мы первый раз видели 5 теней было это был как раз таки ребенок того побыл волчок совая медвежонок вообще ни разу не криповые у меня друзья вон димон витя и наташка наташка ты как они фыркали вздыхали явно утомившись от бега ну да да мои друзья да мы не спортсмены да я чуть в кому блять не проводился твоего лица ты яму копала не снег я не копал не копать было вот киню а ну-ка получается если дурак ты бегай да да ну дураки если умный подожди пока другие набегаются накопаются и устанут да 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 руками не знаю как реагировать на слова поздние гостей я все-таки выдавил подобие улыбки просто меня напугали да я реально они начали приглядываться кто-то даже пыркнул слова услышать шутку а чё с рукой или это у тебя на перчатку на вторую не хватило или у тебя нет второй перчатки потому что она у меня вы чё я не могу какой зайчик мне домой блин надо там оля читать не умеет не смотри на меня так косыми глазами взбесившись от радости волчок начал махать частью костю короче хвостом махалом и такие о костюм классный первый ну конечно ты первый это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал да я просто секун здравствуй она так подружка которую берут для того чтобы выглядеть на ее фоне красивее вот я вам так скажу да наверное медвежутка вот ты реально что медвежутка отойди от меня блять зачем это штаны вместе с говном когда испугался все еще сомневаясь благих намерениях причудливых зверят я спрятал руки за спину стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных массах вместо глаз кстати глаза есть только у алисы я заметила других детей нет глаз алиса наиграна что сделала подбоченилась это что она заболела что подбоченилась это алиса что такое подбать не ты что такое подбоченилась я сама в ахуя лица стоп и как-то ухитрилась подбегнуть своей рыжей личиной следующий раз придем будем звенеть колокольчики чтобы ты не так боялся нашего визита да лучше по sms напишите не приходите нет купите телефон я жених не буду да наверное вообще не общайся со мной у меня лапка болит слава богу моя лупка стала настоящей да вы блять такие знаете группа стендаперов я думала это под силу только диснейленду это не смех это инсульт откуда ты знаешь полина ты нахер всем анкету даешь подряд про меня про клюв от воробья про диснейленд яхонтовый ты умеешь читать по-человечески нет я не умею у меня с трудом выходит ты рома даша и она кокетливо запела как детей не замечать как мечты их развенчать учит о наконец-то реальная песня про школу это песни учителей на 1 сентября я осторожно засмеялся а чё ты ржешь реально новые знакомые уже не отпугивали а напротив привлекали а вот это кто еще один было мне что-то особенное и в этой опушке и в луне и в снежинках которые почему-то падали наоборот земли темное небо как на прокрученный задом наперед пленки дети в масках приблизились и я чтил прикосновения они хлопали дружески трогали мою одежду словно проверяли что я настоящий трогали да 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 одежду при я просто я вот тут одежду проверю антон их прикосновениях не было звериной злости лишь чистое незамутненное любопытство ребенка и почему-то я сказал про себя им нужно доверять снежинки все планировали ввысь ты антон у тебя вообще проблемы с пониманием людей абсолютно конечно я умру да на могилу приходите я завтра буду там лежать и стихонько пнул у меня в плечо и рассмеялся пнула а пихнула я думала на ногой убегу с воплями секунду далекий звук флейта нарушил обманчивую тишину тайги прекрасный таинственный он вызвал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья если какие-то сомнения оставались то песня флейта развеяла их и как змея песня флейты погнали мужики я пошел за новыми друзьями прежде чем принял решение ноги сами переступали образованные соснами туннели раздвигались кусты наклонялись вперед все это напоминало сон ведь даже поляну на которую мы выбрали мне вот иногда просто хочется знаете открыть вам фанфики читать и даже поляну на котором мы выбрались я видел во сне плита как чудесная птица парила где-то высоко между темных крон снежинки взлетая закручивались спиралью луна окрашивал ветви серебряный цвет алиса зачарованно ахнула и я раздела и восторг задрав голову я посмотрел вверх вот когда ты сказал аж все испортила очень красиво волчок одобрительный зову и надо тетя пожалуйста нет не надо тетя а я хотел как сильно я хотел увидеть то что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами теперь смущало не то что дети носили маски то что без маски был я да 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 это синдром этого стада да да точно голый на январском скажите а зачем вам маски известно зачем все болеют я не боялся хотя меня и трясло дрожь была не от холода от странного волнения предвкушение чего-то невероятного я дотронулся до прохладной щеки без маски это мое реальное лицо я не монстр я просто так выгляжу человеческие ласки ой блядь сова нет 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 человеческие дрязги давайте все меня перед разним все жители поселка носят маска скрывается за ними а кто и даже я с улицы бассейн уберите пожалуйста сову у меня правда не еще сенсут быть и шапку вообще я все блэки ну просто я не надену видел маску который сам не протягивала ту самую маску зайчика похоже на серебряный слиток в лунном свете любопытно стало как изменится мир если взглянуть сквозь прорези какой я не хочу иди нахуй но вдруг с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейты меня посетило зрение очки которые они нашли были у семена мои новые знакомые наверняка знали что с ним произошло или хуже а куда подевался семён что с ним стало так вон он стоит остальными детьми медвежонок и сова переглянулись волчок сжался комочком а лиса чуть опустила острый носик маски да я бы тоже давно уже и на вашем месте кстати да надо бы сказать это был человек жопой одно слово все взрослые идиоты я уже не знаю чем не хочется наверное выпить это законченное предложение я сегодня какой-то негрустный да по тебе видно блять антон а ты я задумался глядя в лес пытаясь определить откуда проносится звук флейта я был уверен что музыка стоит прямо за частоколом сосен очень высокий перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейта что щадим тосковать или займемся отдыхом я там забыл алиса хотела что-то показано мне надо нет песичка извлекла из кармана в горсть конфеты вручила по очереди всем детям зашуршали фантики тут же запахло ананасом какао и дыней ценю конфету вафельную мою любимую алиса вложила мне прямо бро языков волокло пряностью да блин такие маньяки страшные конфеты в рот суют казалось что мое тело покрылась шерстью по которой пробегали яркие искри знаете ну ладно если обожурить сладким и умру то ладно замешков я проживал вафли шоколад проглотил их наслаждаясь спасибо от души благодарность вышла глуховатый потому что губы уже касались маски но я довела до этого специально и заметил как поднес ее к лицу да действительно где вариант нет я бы не не нажала его ладно а то пьема шея сходило теплом а скольнула кожей приятно пощипывала так я нырял в послезимные прогулки в горячую ванну и лежал мурчат пены воды хвостик есть с пробкой я бы надел моя с собой реально мелодия кружилась по поляне как вихрь не терпелось выпустить эту энергию тот жар который меня наполняла чарующая музыка сова выпрыгнула исчезла высоко вверху над головой раздался и смех а потом на приземлилась обратно фырчая отдуваясь кинуть сову еще раз я пробовал о ноги оттолкнулись от земли я взлечал ракеты к звездам запрещала часть увидев своих друзей внизу вы цветные а вот у совы глаза вообще жизнь ветер помогал мне лететь словно я скакал на громадном батуте значит в луну врежусь все заказались яркими блестками до которых можно дотянуться языком слез у нас стало ближе а потом я полетел вниз лишь на мгновение испугался что сломаю ноги но подвозь четвертый встали на снег да чем не бояться когда я уже наткнулся на маньяков я так счастлива наконец обрести тебя зайчик да смесь от восторга я понял главное эти четверо не причинят мне вреда а настоящие враги я чувствовал это каждой шерстинкой своей маски те кто далек от волшебства люди из поселка понятно я тоже маньяк я еще понял что вокруг по настоящему живое сказать что я разочарована нет услышал как стонет под снегом сухая трава увидел что у деревьев и звезд есть лица деревья ухмылялись и звезды корчили страхи а что я съел правильно бойтесь я допрыгну до вас и я щелкнул зубами зачем закричал ликующий прыгнул одновременно с листой я сожру луну мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе я закружился алиса закружилась в так я знал что она улыбается и улыбался сам а флейта все играла и играла унося нас ввысь тебя что заколдовали чё расколдовали сона подумал я отклеивая подбородок от парты мышцы слегка ныли но это было приятное чувство все отчего-то вновь склонялись по классу передавали друг друг записки шушукались и физиономии казались выцветшими масками блеклыми искушками что это тебе не конфеты жрать которые тебе в рот суют и не скакать до луны я зимнул вспоминая как парил высоко над лесом рядом смеялась алиса и крепко сжимала мою ладонь возможно и почти наверняка это был сон потому что из лесу я не возвращался проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками но меня мало тревожило разумное объяснение ночными то ну действительно зачем описывать какую-то хуйню смотреть представлять мы вообще только за нормально объяснить себе что-то не не когда важнее было чувство полета ты рос во сне знание о том как его висеть над пинками личных сочин и скальцину и задумался слышал уже про катю чё катя пропала празднуем кого шампанское я бросил взгляд на пустое место впереди я шампанское принес сон как рукой сняло я недоверчиво нахмылился быть не может но но мне так не может вести и летать ночью и прыгать всем кто может сообщить информацию просьба никому никогда не искать ее но я прошла четвертый эпизод о третий эпизод вот это я вас сейчас но ебала а третий эпизод зайчика чё я вам скажу хорошо что он не такой долгий все всего два часа записи я вообще сама сосном херакнула из окна если честно схавала бы чью-нибудь конфету из рук какого нибудь маньяка где-нибудь в лесу в общем не забывайте подписываться обязательно пишите в комментариях я думаю что я вообще нормально прохожу эту ветку конечно же не проебалась с выбором ни разу надела маску от незнакомца вот эту с кляпом во рту спасибо антон в общем не забывайте подписываться на канал телеграм-канал стримы поддержать меня можно также на бусте всем чао